Смарт-ридинг. Ценные идеи из лучших книг. Яндекс.Книга. Автор Дмитрий Соколов-Митрич. Яндекс.Книга — это русская история успеха с флёром лихих девяностых и ностальгией по СССР. Она полна событий и биографий, которые позволяют взглянуть на прошлое под другим углом. Прямо на глазах уже давно привычный для нас Яндекс превращается в нечто уникальное, одушевлённое и очень симпатичное. Повествование автора не ограничивается историей Яндекса. Интервью с создателями таких компаний, как Абби, Параллелс, Рамблер, Алмаз Кэпитал, Рунет Холдинг, Радиус Групп, Грид Гейн Системс раскроют интереснейшие факты российской IT-индустрии, основные сегменты которой освоены нашими соотечественниками и не завоёваны мировыми гигантами до сих пор. Это саммари не только о прошлом, но и о будущем российского высокотехнологичного бизнеса, о его высоком потенциале. Яндекс.Время Часть первая. 1964-1986 годы. Начало Трудно сказать, когда именно началась история самой популярной поисковой системы Рунета. В 1997-м, когда появился адрес yandex.ru, или в 1993-м, когда родилось название первой в мире поисковой машины с русской морфологией. А может быть и в 1977-м, когда будущие основатели Яндекса, Аркаша Волож и Илюша Сигалович оказались за одной партой в республиканской физмат-школе Алматы. Семьи Волжей и Сигаловичей, типичные представители советской научной интеллигенции, подружились в посёлке казахстанского филиала Всесоюзного института разведочной геофизики. Отцы будущих школьных друзей искали нефть и газ с помощью математических методов. Мама Сигаловича работала в вычислительном центре. Вот тогда мальчики и познакомились с советскими компьютерами Минск-22, Минск-32 и БЭСМ. Дети пошли по стопам родителей. В 1981-м Аркадий Волож начал изучение автоматики и вычислительной техники в Институте нефти и газа имени Губкина, а Илья Сигалович — в Московском геолого-разведочном институте. Поступив в аспирантуру, Аркадий Волож занялся изучением возможностей, которые может дать обработка больших объёмов данных. Он даже получил доступ к ЕС-1022, одной из лучших ЭВМ СССР. Но очень скоро Волож оказался соучредителем кооператива «Магистр» с двумя процентами доли. Диссертацию он так и не защитил, но стремление к наукоёмкому бизнесу осталось навсегда. Кооператив поначалу зарабатывал на тыквенных семечках, которые собирали на Кубани, жарили в Австрии, продавали в арабских странах, а на вырученные деньги закупали компьютеры и создавали автоматизированные рабочие места — АРМ. Сигалович тогда о бизнесе и не помышлял. Он полностью посвятил себя программированию и писал сложные геофизические информационные системы во Всесоюзном институте минерального сырья. О пользе изучения иностранных языков Бизнес требовал знания английского языка, и Аркадий Волош познакомился с Робби Стаблбайном и Джонни Бойнтоном. Они тоже когда-то сидели за одной партой и приехали в Москву изучать русский. Довольно скоро репетиторство переросло в организацию поставок американских компьютеров от RadioShack. Так, за двумя школьными партами, одна в Алма-Ате, другая в Бостоне, родилась компания CompTech International, на базе которой и вырос будущий Яндекс. Они очень не хотели ограничивать бизнес продажами и пробовали разное, но обязательно что-то высокотехнологичное. Интернет того времени отличался от нынешнего.